Добрый день, в эфире Радио Нарва, у нас в гостях Михаил Стальнюхин. День добрый. Здравствуйте, Михаил. Мы с вами, повторюсь, уже много раз говорили относительно того, что нет хороших новостей. Не могу не спросить про сегодняшний день, но могу сразу отметить, что сегодня выходной. Это уже неплохо. Ну, несмотря на выходной, мы сидим там, где сидим. Что касается хороших новостей, я тут 15 минут до нашей встречи пролистал. Да. Вот, у меня возник вопрос, что считать хорошей новостью? То есть, когда вот там вот написано, что безработица за неделю уменьшилась на 400, ну, в смысле, человек. Как мне это надо понимать? Это 400 человек нашли работу или 400 человек сняли с учета в качестве безработицы? Об этом не говорится. То есть, она уменьшилась, это формальный показатель. Это статистика. Да. Она никак не... Хотя я понимаю, что вот сейчас приближается летний пляжный сезон. Сейчас начнется набор тех, кто будет сидеть в киоске продавать мороженое. Да, сезонные работы, выдавать вот эти вот клюшки для гольфа, мини-гольфа и все такое прочее. То есть, я думаю, что там речь идет о нескольких тысячах человек, которые таким образом как бы поднимут вот этот показатель. Вот. А с другой стороны, вот безработица уменьшилась на 400. А рядом такая новость. Я ее записал, чтобы ничего не запутать. Блок производства Балтийской электростанции законсервирует. Судьба работников пока не решена. То есть, остается та новость про 400 человек хорошей на фоне вот этого всего или нет? Тем более, как мы понимаем, тут речь идет не об объективных обстоятельствах, а субъективных. Потому что эту новость я даже открыл. Вот. И там речь шла о том, что в 23-м году производство уменьшилось процентов на 60. Серьезно? Но при этом и вы, и я, мы оба знаем, что объем производства в принципе зависит от владельцев производства. Там дальше начинаются игрища на электрорынке там и все такое прочее. Но в принципе, вот сейчас законсервируют. Отопление Нарвы полностью уйдет на газ. Газ сейчас это сжиженный природный газ родом из Америки. В Америке сейчас кризис на несколько месяцев закрыт Балтимор в связи с этим сухогрузом, у которого обесточилась система. Оказалось, они были все-таки три. Я думал, они с пьяной это сделали. Оказалось, что у них... Вы имеете в виду, когда врезался в мост? Ну да. Вот. А оказалось, что у них произошло обесточивание, и они просто не управляли судном, не было такой возможности. Вот. Но из-за этого откладывается отгрузка полумиллиона тонн СПГ. Вот. То есть мы понимаем, что это очередной виток повышения цен и так далее. То есть и у людей судьба непонятно какая. Те, кто занят был в производстве и у стоимости тепла для Нарвы. Вот эта новость, которая изначально была названа, она остается позитивной? Непонятно. Значит, тем не менее, есть такие новости, которые, безусловно, позитивны. Так, заболеваемость коронавирусом снизилась за неделю на 36%. Почему тут снижение такого? Нет, опять вопрос. Так-то я читаю не только ЕРР, ну, заголовки, а интереснее что-то другое посмотреть. У нас выбор-то не богат, кстати говоря. В мире-то сейчас отмечается падеж всех тех, среди тех, кто очень активно агитировал за вакцинирование. Да. И образцово-показательно вакцинировался. Там несколько списков. Вот знаменитые спортсмены, которые умерли ни с того ни с сего. 30 лет, спортсмен в отличной форме умирает. 54 врача, есть список такой, которые за вакцинацию агитировали. Черт его знает, позитивно это, не позитивно. А, вот позитивная новость. Полицейский нарвал вербы пожилому водителю. С моей точки зрения это прекрасно. Да, согласен. Молодец полицейский. Водитель тоже молодец. Вербу нарывает. Вот. Не мог пройти мимо. В пыль вама. Собака предупредила семью о пожаре. Я собачник. Я просто аплодирую. Позитивная новость. Жаль, что у людей нет противопожарной безопасности. Система установлена. Зато есть собака. Собака всегда выручит. Так. В Эстонии производят все больше яиц. Это, наверное, в пику тем странам, у которых яйца с прилавка пропадают. То есть это же, ну, это прогресс. Вот. И найденные в центре тарту деньги вернули владелица. Вот если эти четыре новости про собаку, про деньги, про вербу и что-то там еще было. И яйца. Вот. Ну, в общем, как-то жизнь приобретает, как бы, смысл, позитив и так далее. Жить стало лучше, жить стало веселее. Нам же регулярно вот это вот предъявляют претензию в комментариях. Ну, что вы такие гадкие? Ну, давайте что-нибудь хорошее. Все, хорошее. Сгрузили. Правда, сегодняшнее утро я пожалел, что я вообще в новости полез. Прочитал очень печальную новость. Значит, со зрением у меня уже не очень, а я без очков сидел и вначале прочитал что-то такое, что меня сильно удивило. Потому что там было написано «гребанный крокодил» в Таллиннском зоопарке. Я пошел, отыскал очки, а оказалось, что это гремнистый крокодил. Вот. Значит, мой, один из моих любимцев. Я в Таллиннский зоопарк хожу с внуками как на работу. Ну, от четырех до шести раз в год. Это очень много. Вот. Учитывая, что экспозиции не меняются, просто старые умирают регулярно. Вот. Меня это, честно говоря, расстроило. По имени Ванамес. У него имя было. Вот. Он мой сверстник. Ага. Да. Родился в шестьдесят третьем году. Правда, при рождении его, наверное, назвали Клаус или Фридрих, потому что он... Вообще-то он немец. Неприятно, конечно, говорить. Сразу вот эстонский крокодил превращается в какого-то немца. Вот. Ну, вот как-то... Я, кстати, тоже с детьми был и видел его. Если он такой вот большой. Большой. Вот. Так что, ну, по крайней мере... О хороших новостях. Да. Есть хорошие новости. А вот эта печальная новость про гребнистого крокодила, она нам поможет перейти к следующей теме. Это смена власти в Таллине. Там тоже кто-то сдох. Так что... Ситуация. Ну что ж, Михаил, спасибо вам за хорошие новости. Всегда пожалуйста. Всегда рады. Лишь бы были. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok